Что такое Курская битва? Спросит тот, кто родился после войны. Это ад! Ответит на этот вопрос Петр Алексеевич Михин, писатель-фронтовик, участник Курской битвы, автор рассказа «Курская битва вблизи и крупным планам». Июль 43-го года. Жара, страшный бой. Поблизости рвутся снаряды и бомбы, ревут танковые моторы, ухают пушки, с неба пикируют самолеты. Осколки и пули пронизывают все окружающее пространство. Грохот такой, что голова пухнет и колет в ушах. Горят танки. Из них огненным факелом выскакивают танкисты. Танки взрываются так, что их многотонные стальные башни вместе с пушками отлетают на десятки метров. Шлейфы густого черного дыма и столбы мелкой пыли затмевают солнце. Среди дня наступают сумерки. Видимость 40-50 метров, а то и никакая. Снаряды проносятся над головами, рвутся рядом. Стальной щит орудия разбит, и двое из расчета замертво падают на дно окопа. Пулеметная очередь срезает еще двоих. Я, командир батареи, становлюсь к прицелу сам. Ловлю в переместье левый танк. Жму на спуск, и пантера расцветает громадным снопом искр. Но тут, как стальным ломом с размаху, что-то бьет меня в левое плечо. Валюсь на землю и поворачиваюсь на бок. Все прошло так быстро, что я не успела помниться. Адская боль в плече, в голове, звон, ничего не слышу. И тут вижу подползающего санитара батареи Груздева. Он перевязывает мне плечо и потащил в тыл. Много времени прошло, пока я оказался в Меценбате. На время для меня прервалась война. А крупным планом Курская битва выглядит так. Потерпев поражение над Москвой и Сталинградом, летом 43-го взять реванш на Курской дуге. Сомкнуть ее концы, уничтожить Центральные и Воронежские фронты. Выйти в тыл и ударить с юга по Москве. В глубокой тайне немцы сосредоточили под Курском 90 тысяч солдат, 10 тысяч орудий, 2700 танков и 2050 самолетов. Наша разведка донесла о планах Гитлера. И с апреля по июль была построена невидимая тактическая оборона на Курской дуге глубиной до 20 километров, насыщенная танками и пушками. Потеряв около 400 танков и более 10 тысяч человек, немцы перешли к обороне. Величайшее Прохоровское танковое сражение было нами выиграно. 12 июля на севере и 3 августа на юге Курской дуге началось наше контротступление. Под 5 августа освобождены Орел и Белгород, а 23 августа – Харьков. Нашей победой закончилась Курская битва. Потерпела крах наступательная стратегия вермахта. Стратегическая инициатива закрепилась за нами. Немцы перешли к обороне на всех фронтах Второй мировой войны.